Приветствую всех, друзья мои. С вами Базирио, канал Фрэшлайв 28. Сегодня в понедельник в рубрике «Разбор полетов». История Ильи и его супруги. Поехали. Что ж, друзья мои. Напоминаю, что для того, чтобы попасть в рубрику «Разбор полетов», не требуется супер-мега-крутых результатов. Мы здесь и соревнуемся в том, кто больше скинет веса. Мы тренируемся в том, чтобы изменить наше сознание. И поэтому не важно, сколько вы сбросили. Важно, насколько вы смогли измениться сами. Поэтому, пожалуйста, я прекрасно знаю, что результаты у вас есть, потому что вы мне их присылаете, присылаете, присылаете в личку. Не стесняйтесь. Присылайте, пожалуйста, мне свои истории. Условия технические все очень простые. Они находятся здесь. Ничего монтировать не надо. Ничего фотошопить не надо. Все сделаем на студии самостоятельно. А на сегодня я, пожалуй, умолкну и предоставлю слово нашему сегодняшнему герою. Подробная история. Добрый день, подписчики канала Фрешлайк 28. Хочу поделиться своей историей похудения и изменения жизни. Мне 45 лет. Меня зовут Илья. Год назад я в очередной попытке похудеть наткнулся на канал Антона. А этих попыток было, скажем так, несколько. Я то разъедался, то худел. Естественно, когда я разъедался, я набирал больше жира. В конце концов, мой вес дошел до 106 килограмм. Основная, скажем так, причина, по которой я решил окончательно и бесповоротно изменить свою жизнь, это то, что я задумался, что со мной будет через 2, 3, 5 и 10 лет. Во что я превращусь? В жирное существо, которое будет в несостоянии, скажем так, нормально передвигаться. Это, естественно, диабет и куча сопутствующих заболеваний. Мне этого не хотелось. А основная такая, основной толчок, основная причина, скажем так, у меня есть две дочки, и я не хотел бы, чтобы они стеснялись меня. И наоборот, я хотел, чтобы они говорили, вот, у меня папа весь такой красивый, ловкий и замечательный. И, как я уже говорю, я повторюсь, я наткнулся на канал Антона, посмотрел первые ролики, там были, наверное, как и у многих, это было о том, что как есть, что есть, как считать калории, то есть, это пятый и двенадцатый ролики. Там в них очень всё подробно Антон рассказывает, понятным, доступным языком. Ну, так как я худел, уже несколько раз у меня было попыток, и причём они были, не сказать, что совсем прям неудачные. Нет, я там добивался своих результатов, результатов, но вес я не удерживал, он всегда возвращался, и дело было всё в том, что я не менял свои привычки в поведении, в питании, не менял свой образ жизни. Вот, поэтому там с подсчётом калорий мне было достаточно легко, я это всё понимал по нутриентам, по белкам, жирам, углеводам, что и как имеют, какую ценность, калорийность и так далее. Это было мне достаточно как бы легко, я только более ещё сильней утвердился в планах о похудении, изменении своей жизни. Поэтому я достаточно легко перешёл на такое вот дробное питание. Абсолютно меня, скажем так, не напрягало в рационе, там, каждый день, там, например, курица, иногда я её периодически разбавлял, можно так сказать, рыбой. Гречка, макароны, творог. Естественно, никаких, грубо говоря, полностью отказался от сладкого, тоже особо не было никакой там ломки, так вот, чтобы я прям сильно хотел. Нет, этого не было. Там булки, хлеб, это тоже вышло из рациона. Алкоголь, он тоже полностью ушёл, потому что с этим, с алкоголем была тоже определённая проблема. Я постоянно, каждый день, можно сказать, пил пиво. Ближе к выходным я мог там накатить что-нибудь и посерьёзней в виде коньяка. И, соответственно, потом на следующий день болела голова, было фиговое состояние, что, в общем, вело к повторному принятию алкоголя. И это такая вещь, скажу я вам, затягивает она очень. Как я уже говорил, я не хотел, чтобы дети видели меня таким, в кого я превращался постепенно. Вот. И это как бы есть и сейчас, и стало в тот момент основным, так бы сказать, основной, если сейчас правильно выразиться, доминантой в моей жизни. Я её раскручиваю больше. Про доминанту я тоже узнал из канала Антона. Вот. Когда стал смотреть и углубляться в его плейлист «Психожизнь». Спасибо огромное, что... Антон, тебе большое, что... Ты рассказываешь о когнитивных искажениях, сейчас конкретно о психологических защитах, о доминанте я узнал. Вот. Что нужно её в себе формировать, тогда будет легче. И мне реально, ну, как бы, всё это легко достаточно проходит. По поводу похудения, значит, то, что я стал придерживаться питания дробного, вообще абсолютно не проблема была брать с собой контейнеры. Как говорил Антон в одном из роликов «Купите контейнеры», я поехал, купил себе контейнеров сразу, там, большое количество, и брал их с собой по мере необходимости на работу. Вот. Если нужно было, там, где-то я в пути, я останавливался, спокойно, как бы, ел. Вот. И, то есть, не было мне никогда... Никогда я не испытывал чувства голода. То есть, что меня, собственно, как бы и удивило, потому что все похуделки, скажем так, они были связаны с тем, что приходилось, ну, голодать, короче. В общем, если ограничивал себя в питании, то я, ну, старался, конечно, считать калории у меня. Взвешивал там еду, то есть, вот. Но это всё было с таким, как бы, скрипом. То есть, я себя всё время заставлял, вот. То есть, что-то там не съесть. То здесь, после, вот, ну, знакомства с каналом и просмотра роликов, всё стало достаточно, как бы, устаканилось, встало на свои места. Те вещи, которые я, как бы, знал, я в них ещё более утвердился. Те, которые не знал, как бы, они ещё более, скажем так, устаканились. Вот такое выражение, скажу, более утвердили меня, ну, в правильности моего, как бы, пути. Я начал это всё в апреле прошлого года. И, как Антон рекомендую, сначала резко там не подключать спортзал. Хотя до этого я тренировался, я, скажем так, в спорте достаточно давно. В детском, подростковом возрасте ходил в секцию тяжёлой атлетики. Вот, потом там все начали заниматься, качаться бодибилдингом. Естественно, я тоже, как бы, это занимался. Ну, потом были моменты, когда я это бросил и не занимался. Но вот последний мой приход, скажем так, в спортзал-то был в 2014 году. Я пошёл тренироваться. Два года я тренировался, потом опять я бросил. Ну, и вот сейчас я в 2019 году, с 2019 года, как познакомился с каналом Антона, я уже решил для себя, что я не сверну с этого пути и буду вести престижный образ жизни. То есть, я поменял своё мировоззрение, какие-то представления о жизни в голове. У меня совсем по-другому как бы всё это стало. То есть, и я не планирую расставаться, скажем так, со спортом и с престижным образом жизни. То есть, питание сейчас абсолютно вообще, то есть, я о нём как бы не думаю. Я ем и мне нормально заходит. Я даже не парюсь, что мне там нужно, грубо говоря, пойти какую-то, например, вкусняшку слопать. Нет, то есть, это обычная такая еда, которой я придерживался. И повторюсь, курица, там рыба, ну, такое достаточно небольшое рацион овощей, клетчатка. Потом я подключил спортзал. Точнее, не спортзал, я стал ходить, я стал много ходить. Потому что вес немножко как бы стал останавливаться. При том же питании, хотя я пересчитывал калорийность, ну, каждый, скажем так, нужно каждые две недели там пересчитывать. Ну, я равнялся на вес, грубо говоря, 5 килограмм ушло у меня. Я пересчитал по новой калорийность. И когда вес стал замедляться, я подключил ходьбу. Я проехал на машине, сделал такой круг определённый. Там она у меня, грубо говоря, посчитала километраж. Ну, вот примерно у меня занимало где-то час, час 15 времени, чтобы пройти 10 тысяч шагов. Потом я шагомером померил. Вот. И я стал ходить каждый день с утра. А потом ехать на работу, ну, заниматься с делами там. Вот. Когда как бы и этого стало не хватать, я постепенно стал, ну, не постепенно подключил спортзал. Это было в прошлом году, сентябрь месяц. Вот. Тоже, опять же, я программу full body и придерживался питания. Три тренировки в неделю я делал full body. А в остальные дни я старался больше делать, так сказать, повседневной активности. Вот. Я, значит, либо я ходил с утра, если у меня не получалось ходить, то я потом в течение дня старался меньше пользоваться машиной, меньше пользоваться лифтом живой на девятом этаже. Ну, спускаюсь я всегда пешком. Ну, подниматься не всегда, конечно, удается. Но если получается, я, конечно, поднимаюсь. И я с удивлением заметил, один раз я попробовал подняться на девятый этаж. И если до похудения, грубо говоря, я, в общем, с одышкой все это делал, то сейчас я решил прям бегом забежать. И я обнаружил то, что на шестом этаже у меня только начало немножко сбиваться, скажем так, дыхание. Вот. Но я не задыхался. Я просто продолжил подъем и спокойно зашел на девятый этаж. То есть, вообще без каких, ну, такого сильного, скажем так, усилия. Вот. Поэтому тут как бы тоже плюсы. В том, что со снижением веса мне стало легче. У меня там было сердцебиение, как бы повышенное давление. То есть, ну, в общем, все прелести, скажем так, ожирения, которое несет себе для организма вред. То есть, у меня стабилизировалось давление, я, ну, тонометр у меня есть. Я стал просто, ну, два-три раза я померил. Оно у меня, ну, как бы в норме было. Даже чуть ниже нормы, чем обычно. Одни плюсы. Вот так я скажу. Помимо того, что после тренировок хорошее настроение. Соответственно, когда я наладил питание и тренировки, я стал изучать когнитивные искажения. Вот. Это, скажем так, открыло для меня еще одну область, которой я очень сильно заинтересовался. И сейчас я с удовольствием пересматриваю и смотрю новые стримы. И изучаю когнитивные искажения. В общем, много нашел в себе всякого разного и интересного, и, скажем так, хорошего, и не очень. Начинаю с себя это все дело. Особенно вот когда посмотрел стрим про доминанту, как ее нужно формировать. Это очень сильно помогло и мне понравилось. Я тоже стал ее в себе формировать. Несколько доминант. Лучше, чтобы было. С момента похудения жена тоже присоединилась ко мне. То есть, сейчас, получается, мы вместе. Она, в принципе, никогда не была толстой, не имела избыточного веса. Но, тем не менее, она, вот питаясь вместе со мной и употребляя ту же самую пищу, она похудела на 10 килограмм. У нее сидячая работа. Она даже вообще не подключала ни ходьбу никакую, ни спортзал. И сейчас у нее вес 50 килограмм. Он у нее стабилен. То есть, ни вверх, ни вниз, никуда как бы не двигается. Ну, и, соответственно, изменения все были видны. В подъезде все спрашивали. Сначала спрашивали, что вы болеете. Я говорю, нет, с чего вы взяли. Мы не болеем, с нами все хорошо. Как бы у людей складывается такое впечатление, что если ты похудел вот так вот резко, то ты, значит, наверное, болел. Вот, нет. Потом подходили ко мне соседи, там, моего возраста, дяденьки, скажем так. И спрашивали меня, Илюха, расскажи, как же ты похудел? Вот, что же это за такое волшебное ты ешь? Ну, на что я им как бы рассказывал, как нужно это делать. Ну, в ответ я слышал, о, нет, что даже и пиво нельзя, точнее, нужно не пить. Я говорю, ну, да, даже так вот. Как бы мне, они отвечали мне, мы так не можем. Это не мое. Ну, ты же вот дома целыми днями, а у меня работа вот такая вот. Ну, то есть, я слышал в их них ответах очень много когнитивных искажений. Не мое, не буду. Хочу рассказать о том, что принял решение вот изучить новую профессию, профессию массажиста. Вот, и я, зная вот также об этих когнитивных искажениях, о том, что нужно просто открывать пазлы и просто изучать, не останавливаясь. И тогда, скажем так, всё получится. Стал изучать массаж, и сейчас изучаю постоянно, то есть, читаю различные там книги о массаже, о техниках массажа. Я открыл свой массажный кабинет. Вот, и сейчас благополучно, как бы, делаю массаж, людям помогаем. Вот, это одно из направлений, которым я, скажем так, увлёкся и занимаюсь. Такая моя история. Я не планирую останавливаться. Мне это доставляет удовольствие, особенно спортзал. Я не могу, скажем так, уже обходиться без него. Я иду туда и заряжаюсь положительной энергией, то есть, и зарядом бодрости. Ну, немножко банально сказано, но на самом деле это так. Вот, нет никакого желания вернуться в прошлую жизнь. Я похудел на 25 килограмм, там, ну, в общей сложности, на 26, да. Ну, там, будучи в спортзале, на тренировке, взял, блин, 25 килограмм. Для чего я это сделал? Для того, чтобы понять, насколько мне было тяжело, и было тяжело моему организму таскать весь этот жир. И это вот, ну, 25 килограмм. Блин, я поприседал с ним, понаклонялся с этим блином. Ну, на самом деле это ужасно. И я ещё сильнее утвердился в своей цели, что нет, я больше не вернусь туда-назад в ту жизнь, когда я был жиробасиком. Ну, и хочу пожелать людям, которые начинают только изучать, смотреть канал Антона, не бояться, что не получится, что это не ваше, что у меня там широкая кость и так далее. Всё получится, всё в наших силах изменить. Самое главное – это изменить понимание в своей голове. А для этого нужно изучать когнитивные искажения, в том числе, чтобы никогда не возвращаться туда, откуда ты пришёл. Если мы, как говорится, не прогрессируем, мы стоим на месте, значит, мы деградируем. А я не хочу деградировать. И желаю вам, чтобы вы не деградировали, а всегда только прогрессировали. Всем добра, достигайте своих целей. Спасибо.